Большинство современных людей очень плохо представляют себя без авто. Машина необходима для ведения бизнеса, путешествий, поездок на дачу или же чтобы добраться до работы и обратно. Иметь новенький автомобиль с сверкающей красивой краской мечта многих. Но денег на то, чтобы осуществить свое желание, иногда недостает. Конечно, можно долгие годы упорно откладывать, отказывая себе на всем, и экономить каждый рубль. Но не каждому это по силам. Или же взять взаймы у друзей и родственников. Однако не у всех есть подобная возможность. Как же быть? На помощь приходит автокредит. В эпоху постоянных кризисов в мире экономическая ситуация повсюду ухудшается. Но на этом фоне брать кредиты на нужные товары становится все выгоднее, чем при стабильной экономике в стране. Не исключение кредиты на авто. Банки позволяют с определенной легкостью приобретать как транспортные средства прямо с завода, так и поддержанные. Что это такое автокредит? Автокредит представляет собой целевую суду в банке на приобретение автомобиля. При этом купить можно любо транспортное средство, в том числе грузовик и автобус. Но именно авто будет залогом, гарантирующим своевременную и аккуратную оплату. Для того, чтобы получить подобный банковский заим, потребуется выполнить ряд условия. Прежде всего, соответствовать возрастным критериям кредитной организации и быть официально трудоустроенным. Далее, иметь прекрасную кредитную историю. И, наконец, предоставить определенный пакет документов. Этот банковский продукт имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Плюсы автокредита. Авто можно купить достаточно быстро, отпадает необходимость накоплений. Особенно это важно для тех, кто планирует зарабатывать на своей машине. Она начинает приносить прибыль после приобретения, нет упущенной выгоды. Более низкий процент в сравнении с потребительским займом. Размер ежемесячного платежа можно определить самостоятельно на основе своих возможностей. Чем больше срок кредитования, тем меньше размер платежа. Возможность сэкономить. Некоторые производители в сотрудничестве с банком нередко предлагают льготные условия на приобретение автомобилей определенных марок. Низкие процентные ставки или скидки. Минусы автокредита. Не все банки выдают средства заемщикам со временной пропиской, поскольку это повышает риск кредитного учреждения. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Также отказ, вероятнее всего, получат пенсионеры, официально нетрудоустроенные студенты. Залогом становится сам автомобиль, собственник весьма ограничен в своей свободе до полной уплаты долга. В случае проблем с оплатой машина может перейти банку. Многие банки требуют от заемщика обязательно приобрести договор страхования КАСКО, который достаточно дорого стоит. А страховая компания, как правило, выбирается банком. Длительный срок кредитования ведет к существенной переплате. Автокредит, конечно, имеет свои отрицательные черты, прежде всего это переплата и ограничение свободы владельца. Однако именно он позволяет приобрести желаемое транспортное средство уже сейчас, без длительных накоплений. Выбор каждый делает для себя, но стоит помнить, кредит можно брать только в том случае, если есть уверенность в завтрашнем дне, стабильная работа, устойчивое финансовое положение. В противном случае можно остаться без машины. Этапы приобретения автомобиля в кредит. 1. Выбор нужной модели авто в салоне. 2. Заполнение формы анкеты заявки. 3. Поиск и назначение кредитора из банка, который ответственен за сотрудничество с автосалоном. 4. Оплата первоначального взноса. 5. Регистрация страхового полиса. 6. Подписание договора с банком о займе автомобиля. 3. Схемы автокредитования. Классическое. Срок погашения кредита составляет в среднем 4 года. Проценты в год колеблются в районе 15%. Размер первого взноса равен 8-12% от суммы приобретаемого транспортного средства. При этой схеме принятия решения банком занимает срок не менее 3 дней. Экспресс-схема. В этом случае срок погашения значительно ниже 3 года, годовая ставка равна примерно 20%, первоначальный взнос минимум 15-20%. В случае экспресс-кредитования, решение об удовлетворении заявки принимается менее чем за день, беспроцентный заим. Срок погашения индивидуальный у каждого банка, в среднем 3-6 лет, который такой вид кредита предоставляет, годовая ставка 0%. Однако размер первоначального взноса составляет треть от стоимости автомобиля, которая включает в себя также разнообразные комиссионные издержки и прочие сборы. Стоит отдельно упомянуть о кредитах без первоначального взноса. Озвучено Яндекс Спичкит. Этот момент будет интересен тем людям, которые не располагают большими запасами денежных средств, но желают приобрести автомобиль. В случае оформления кредита без первоначального взноса, банки значительно требовательнее к своим заемщикам и детально проверяют платежеспособность своих клиентов. Документы для автокредита. Озвучено Яндекс Спичкит. Документы по типу военного билета, пенсионного удостоверения, водительских прав или загранпаспорт. Где взять дешевый автокредит? Хочу автомобиль, новый автомобиль, но нет наличных. Очень распространенная ситуация. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Именно поэтому и берут кредит на машину. Однако еще не нашлось ни одного человека, который бы забыл фразу «берешь в долг чужие деньги, а отдаешь свои». Поэтому будущий владелец авто подбирает не только автомобиль, но и банк, где в этом году можно взять кредит дешевле всего. Итак, как избежать лишних затрат. Во-первых, выбираем самый большой первоначальный взнос, какие позволяют ваши средства, может доходить до 70%. Во-вторых, текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Берите кредит на возможно короткий срок, 1-2 года. Если все же берете на 5, старайтесь оплатить раньше. Внимание! Некоторые банки предъявляют штрафные санкции, если кредит выплачивается раньше срока. Иногда в специализированных автосалонах в целях увеличения продаж ставка может быть совсем маленькой, от 5%. В-третьих, выбирайте график выплат с одноразовой комиссией. При ежемесячной вы платите на первоначальную сумму еще и проценты. Также снижению переплаты до 40% дополнительно способствует и классическая схема погашения кредита. В-четвертых, если автомобиль вашей мечты вписывается в параметры государственного субсидирования, то условия автокредитования могут быть более выгодными. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. При этом автомобиль должен быть российской марки или собран в нашей стране. В долг у банка вы берете меньше 750 тысяч рублей. Масса машины не больше 3,5 тонн. Она должна быть не старше года. Кредит берется не больше, чем на 3 года. Соберите как можно больше документов, желаемых кредитным специалистам. Справки 2 НДФЛ, с места работы, стаж на последнем месте работы, о владении ценным имуществом, а по возможности еще и поручителя. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Естественно, опираться только на рекламное обещание банков будет очень опрометчиво. Реклама всегда показывает только выгодную для клиента в сторону кредитной сделки. Например, надо попросить в сотрудника кредитного отдела показать вам общую сумму всех переплат по вашему кредиту. Далее стоит убедиться, что в кредитном договоре нет условия, что банк может изменять ставку без вашего ведома. А то вдруг для банка настанут сложные времена и он увеличит процент, который вы ему должны выплатить. Необходимо просмотреть в интернете финансовый портал и оценить, в каких кредитных учреждениях было взято больше автокредитов. Затем отбираем от трех до пяти лидеров и внимательно сравниваем, что они предлагают. Лучшие банки для автокредита. В данном разделе читатели портала «Бизнес-заработок» узнают, в каком банке самый выгодный автокредит. А также сравнят, какие условия предлагают банки по автокредитованию в 2018 году. Сбербанк «Выгодная ставка». Сбербанк России. Несколько кредитных программ. Есть упомянутая выше программа государственного субсидирования со ставкой до 14% в год и первым взносом 15%. Для получающих зарплату на карту банка и владельцев социальной карты дается скидка. Минус страхования кредита. Автокредит ВТБ-24. Банк ВТБ-24. Ставка кредита около 15%. Документы надо предоставлять все, даже об учебных заведениях, которые вы закончили. Каска обязательно. Тойота Банк. Специальная программа автокредита. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Главная программа в Тойота Банк кредитования покупки автомобилей, поэтому можно выбрать несколько программ с разными условиями. Если вы платите сразу же 15% стоимости, то кредит могут дать со ставкой 15,5%. Если заплатите сразу четверть всей стоимости, то ставка станет 14%. Однако банк требует все возможные документы и каска. Кармани – всеовременный автозайм. Кармани – современная альтернатива банковским кредитам, онлайн-сервис по выдаче займов, при котором транспортное средство остается в собственности и пользовании своего владельца, как и прежде. Условия выдачи современного автозайма в кармани. Автомобиль спецтехника остается у владельца. Сумма займа – от 75 тысяч до миллиона рублей. Получение денег в день обращения без комиссии и платежей. Популярный автокредит в Совкомбанке. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Автокредит в Совкомбанк дается на приобретение движимого имущества, которое будет являться залогом по договору потребительского кредита. Приобрести автомобиль по данному продукту можно в автосалонах-партнерах Совкомбанк, Лада, Хёндай, УАЗ, GM-Эфтоуэс, Субару, Киа, Черри, Лифан, Равонгаз. Условия – возраст от 22 до 85 лет, гражданство РФ, для новых автомобилей до 10,9% годовых, для авто с пробегом до 14,9% годовых. Полный обзор условий автокредита и заявка на сайте Совкомбанк. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.